Татьяна, на самом деле, действительно я рад, что мы поговорим про театр, а не про телевидение, потому что мне кажется, что про ТВ нет такого вопроса, который можно было бы задать, и вам его не задавали 150 раз до того. Поэтому про театр гораздо мне интереснее с вами поговорить, тем более, что я так понимаю, что только 20 февраля прошла премьера, и следующий спектакль будет 7 марта, да? Да, да. Расскажите об этой пьесе, как будто я ничего не знаю. Ну, очень, да, необычная пьеса, написал ее Виктор Шандерович, который сейчас у всех на устах. Ну, пьеса имеет некий там политический уклон, который мы совершенно убрали, и мы играем про человеческие отношения. Ну, там дело происходит в Америке, да? Дело происходит в Америке, я American, я два часа разговариваю с акцентом. Вы американка российского происхождения, советского, да? Которая родилась, и в год отца уволили с работы, там, за то, что он читал какие-то запрещенные книги, ему чуть ли не подсудное дело, и сказали, либо уезжай, либо тебя посадят. И он уехал. И я, родившись в Советском Союзе, моя героиня, она оказалась таким образом в Америке, стала американкой. А как зовут, кстати, вашу героиню по пьесе? Зовут Джейн. Такое обычное русское имя. Нет-нет-нет, ее зовут... Сейчас, мы его прям задали. А не важно, она Джейн, понятно, раз она... Джейн Уотсон. Так. Но по ее девичье имя, это Женя Равинский, Равинская. Ага, так. Вот. И так случается, что, едущи на автомобиле по Манхэттену, я сбиваю пожилого человека. Ага. У него там перелом ноги. И по американским законам это действительно так. Мне присуждают за ним ухаживать в течение 10 недель, мыть полы, готовить еду, уходить в магазины. Что, собственно, я, входя на сцену, это первые кадры, не понимая, куда я, собственно, прихожу, я начинаю говорить по-английски. Там темнота, какая-то свалка, мусор, а лежит этот человек где-то там забинтованный. На меня, кстати, на примере упала кресло-качалка со всего маха и повредила мне ногу. Я сейчас сижу у себя перебинтован. Вот это магия сценария, да. Да, да, да. То есть сценария достаточно опасное место. Вот. И выясняется, что он не то, что не говорит, он даже не понимает по-английски. То есть он тоже из эмигрантов? Он из эмигрантов 70-х годов. Он живет на Брайтоне. А то есть это колбасные эмигранты? Да, да, да. Среди своих он ничего не понимает. Но очень советского образования, хорошо образованный и очень остроумный человек. Кстати, надо сказать, очень остроумные тексты написаны. Реально. Пьеса такая веселая очень. Мы убрали все политические аспекты максимально. Играем просто человеческие отношения. Убрали почему? Во-первых, кто убрал и почему? Ну, во-первых, филозоф. Народный артист Альберт Филозов. Он сказал, что ему играть про политику неинтересно. Ему интересно про человеческие отношения. То есть а режиссер у вас там вообще на шестом месте? Режиссер с ним согласен. Нет, 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 абсолютно. Они как бы это для себя решили, но потом у меня выбрали в партнеры. Когда мы сейчас говорим про школу современной пьесы. Да, театр школы современной пьесы. Иосиф Рахельгаус наш главный режиссер. И когда на премьере, в общем, автор был удивлен. Он сказал, что я вроде бы про другое писал. Удивлен приятно или неприятно? Да, как раз. Понимаете, потому что современные зрители, многие, которые живут в Москве, ну, которым там 30 лет, они уже не знают, что такое коммунальные квартиры. Многие не знают. Они понятия не имеют, что там за проблемы, которые вот эти были прописаны. И там надо написать в газету, судить за дивертистанство какое-то там. Ну, в общем, они просто не понимают, о чем это. А человеческие отношения, они во всем мире, во всех времена, во все времена это востребовано и всем понятно. А пьеса-то какого периода? Она в оригинале была, в какие годы написана? Еще в советские периоды? Я не знаю, когда он ее написал, но я думаю, недавно. Я не думаю, что давно. Потому что вообще наш автор, он актер по образованию. Потом он занимался очень долго постановкой всевозможных боев, танцев. И он был лучшим постановщиком в Москве, насколько я знаю, театральным. А потом выяснилось, что у него вот еще есть такие таланты. И сейчас он пишет пьесы. Но это про любовь у вас получилось? Ну, я не могу сказать, что прям про любовь. Ну, про человеческие отношения, да. Называется она? А как от полной неприязни люди сближаются. Почему? Что из этого может выйти или не может? Неполит корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.